Убираем ветки, которые, возможно, могут упасть на вода или могут устроиться... Кто-то заходит, что на один галф? Ну, еще одно дело, что график... Аппарат летит, отсчитывает деревья, отсчитывает... Да, готов, давай! Пускай! Всем привет! С вами канал Мульчер Эксперт и Антон Хатунцев. Сегодня у нас план на день такой. Мы едем в Тульскую область, заезжаем на объект. Там наша бригада выпиливает деревья. То есть не целиком, а частично. Производит санитарную обрезку вдоль линии электропередач. Делаем коридор. Убираем ветки, которые, возможно, могут упасть на провода или могут устроить короткое замыкание. Сегодня я вам расскажу о своем кейсе о работе с линиями электропередач с компанией Россети. На данный момент мы занимаемся обслуживанием линии электропередач по всей Тульской области. В некоторых местах, допустим, как здесь сейчас, мы работаем вручную с применением автогидроподъемника. В этих местах отключается линия электропередач. Заранее все согласовывается. Приезжает представитель нашей организации, инженер. Приезжает представитель Россетей. И по заранее согласованной схеме начинаем работать, опиливать ветви, которые касаются линий, которые угрожают падениям. Которые могут при, допустим, сильном ветре, при дожде создать короткое замыкание. И вот получается по всей вдоль линии мы обрезаем, делаем такой коридор. То есть это санитарная обрезка. Есть такие места, в которые нет возможности добраться механизированно. Ни мульчер, ни автовышка, никакие больше другие машины там не проедут. И нам приходится в этих местах работать вручную. Допустим, в заболоченные места. Там работаем ручным способом. И все вручную вытаскиваем на сухие места. Складываем в ручеек и мульчером уже мульчируем. В некоторых местах, где есть большие деревья, там нужно делать расширение. То есть большие деревья выпиливать. В таких местах у нас работают арбористы. Арборист это специалист, который со специальным снаряжением, оборудованием, инструментом, облегченными бензопилами забирается на дерево. Пилит это дерево частями, кусочками, веревками, опускает на землю. Смотрите продолжение в следующей части. Далее мы едем по Тульской области в Ефремовский район. Там у нас беспилотный аппарат производит обследование линии электропередач. Для чего это производится? Это делается для того, чтобы понять масштабы засоренности ЛЭП на следующий год. То есть аппарат летит, отсчитывает деревья, отсчитывает кустарники, выдает специальный коэффициент и уже понятно по этой площади, сколько будет засоренность. Более подробно по летательному аппарату узнаем на месте у специалиста. Продолжение следует... 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 Произвели здесь работы, запуски, посмотрели вообще процесс. И сейчас я вас познакомлю с компанией, в которой мы ведем некоторые проекты в партнерстве. Авиационные роботы. Представитель компании Андрей. Андрей, давай познакомимся со зрителями. Я являюсь оператором бесплатного летательного аппарата компании Авиационные роботы. Мы выполняем воздушное зондирование Земли в разных сферах. Такие как сельское хозяйство, нефтегазовая отрасль, кадастр. К вашему вниманию могу представить беспилотник. Модель Гиоскан базовая, 201. Наша организация предоставляет услуги по аэрофотосъемке с данного беспилотника. То бишь это линии электропередач, это кадастр, повторюсь. И дальнейшая обработка и глубокий анализ этих данных передается заказчикам. Для оперативного решения задач заказчика. Расскажи, Андрей, вкратце, а в каких погодных условиях он работает? Погодные условия круглый год может работать, но не рекомендованно летать. Это порывы ветра, если сильные. Низкая облачность, облака должны быть выше 200 метров. И в принципе все. А кто производит эти летательные аппараты? Производство нашей отечественной компании Авиационные базируется в Санкт-Петербурге. Можешь рассказать о сложностях, с которыми вы в своей работе сталкивались? Сложности у нас возникают при закрытии воздушного пространства. Потому что наша законодательство предусматривает закрытие воздушного пространства официально. Через взаимодействие с органами ОРВД, с ФСБ. Наша компания Авиационный робот имеет все разрешения, лицензии. Чтобы просто запустить летательный аппарат, так просто не получится. Нужно иметь лицензии, нужно согласовывать заранее полеты. Безусловно. И вкратце, кому вы можете быть полезным? Допустим, мы с вами работаем, вы нам обследуете линии электропередач. Да. То есть до начала работ, если это огромные масштабные проекты, и по окончанию работ. А помимо линий электропередач, кому вы еще можете быть полезным? Тоже мониторинг, нефтетруб, кадастр, сельское хозяйство, это съемка с тепловизора. Кустарники вы нам проверяете, так же для нефтяников и для казаков? Там задача на наличие врезок. А, незаконные врезки. Такое случается, да. А работаете в каких регионах? Без ограничений. По всей России? По всей России? Да. Самая дальняя поездка. Запомнишься, куда ездили? Западная Сибирь, город Братск, и выше это Уст-Илинск. Огонь. Спасибо. Спасибо. Да, конечно. Все хорошо. День продолжается, а выпуск кончается. Ставьте лося вверх, если понравилось, если не понравилось, лося вниз. Сегодняшний день у нас прошел вкратце. Посмотрели рабочие процессы на ЛЭП, познакомились с летательным беспилотным аппаратом. Теперь у вас есть представление. И дальше мы двигаемся в Рязанскую область запускать объект на линии электропередачи Газпромэнерго. Поехали. 400 моточасов уже наработали. Смотри, показывай. Иди сюда. Что, до новых встреч. Глася вверх.